всем привет дорогие друзья с вами как всегда я полоску и сегодня я решил снять видео про то 5 устаревших роботов в игре war robots ну и друзья думаю вы все прекрасно знаете что в war robots постоянно добавляют разработчики новый контент раз в месяц-два в игре появляется новый робот который довольно сильно вносит разнообразие в геймплей это конечно же здорово но тем не менее старые роботы как правило устаревают и уже ими в высоких лигах мало кто играет однако сегодня я решил поговорить о том какие роботы выходили достаточно давно но при этом не потеряли свою актуальность и на них можно очень даже здорово играть в высоких лигах как например в чемпионской ну и в принципе друзья давайте не будем томить и первый робот в данном топе это финрир да конечно многие скажут что этот робот не очень хорошо себя показывает но я с ними не особо согласен как по мне финрир сейчас один из лучших танков даже больше скажу он был наверное лучшим танком в игре пока не появился робота новый ревенант но тем не менее если брать старых роботов то это прям лучший танк в игре и суть финрира в том что у него очень большая прочность также существует еще легендарный пилота бернанде вольф который добавляет ему плюс 60 процентов к прочности что делает финрира по-настоящему не убиваемом также при активации способности он активирует 50 процентное сопротивление вражеским выстрелом и это на самом деле очень круто робот становится живучий у него порядка 500 тысяч хп в прокачке мк3 и с умениями пилота и еще учитывая то что он имеет сопротивление урону это довольно здорово можно хп таким образом разогнать под миллион и для робота это очень даже неплохо ну и сразу возникает вопрос что ставить на данного робота и тут на самом деле вариантов очень много например можно поставить звуковые пушки это два хабака и девастатор такая сборка очень хорошо себя показывает особенно в режиме гонка за маяками так как вы на легком роботе можете захватить маяк и когда противники придут и разберут вашего легкого робота вы высаживаете фенрира и соответственно никто не сможет его разобрать так как прочности у него дофига ну и в принципе для этих целей робот отличный также на него можно поставить еще огнеметы это два игнайтера и один эмбер и такой сборкой можно очень здорово противостоять вражеским роботом shell так как они в основном сильны благодаря своим физическим щитам ну а огнеметы как вы все друзья знаете игнорируют физические щиты поэтому такая сборка тоже очень классно себя показывает ну и также некоторые люди еще ставят два таймазера и нуклеон такая сборка уже наверное классика во робот эти пушки вели тоже достаточно давно и на такой сборке можно хорошо отыгрывать как и на средней дистанции с дистанции 500 метров так и вблизи так как эти пулеметы энергетические имеют неограниченный боезапас и у них лишь уменьшается точность чем дольше вы стреляете ну а вблизи как мы все сами друзья знаем точность не особо важна поэтому робот сейчас классный и если вы допустим задумались над тем что можно собрать мастерской то фенрира сейчас отличный вариант ну в общем друзья ладно поговорили с вами немного про робота фенрира предлагаю идти дальше второй робот в данном топе это рован и друзья данный робот появился в игре достаточно давно и еще в начале двадцатого года уже прошло больше чем полтора года пусть уже год и девять месяцев если быть точнее и до сих пор данный робот очень хорошо себя показывает да конечно было много изменений баланса сначала разработчики убавнули ровану увеличили ей хп потом конечно поняли что слишком много людей стало играть на рованах ее немного понерфили и уменьшили обратно хп также еще сделали так что при активации способности рована не может захватывать маяки но когда слишком мало ли стало играть на роване то разработчики опять бафли этого робота и сейчас рована отлично себя показывает и в чемпионской лиге очень часто можно встретить как люди играют на на роботе рована на трех пушках хавок такая сборка сейчас идеальна так как вы можете подойти вплотную противнику использовав свою способность несколько раз и и уже вблизи спокойно за несколько секунд сможете на хавоках разобрать вражеского робота и принципе сборка сейчас очень классная но помимо звуковых пушек на ровану также некоторые люди еще ставят морозильные пушки крио да конечно такая сборка сейчас не является какой-то имбой но тоже очень даже достойно особенно учитывая то что криво можно собрать мастерской и такую сборку можно собрать за пару месяцев игры и это довольно здорово ну а для новичков тоже есть оптимальная наверное сборка можно поставить на робота рова внутри и шторма это относительно бюджетная сборка так как шторма легко покупаются за золото и если это все дело прокачать то можно тоже очень неплохо отыгрывать да конечно в чемпионе все будет точить в очень хорошей прокачке но принципе можно по возможности заменять штормы на хавоке и в конечном итоге получить играбельного робота который тащит в высоких лигах и это довольно здорово поэтому рован тоже хоть и устарела хоть вышел давно но все равно показывает себя очень даже достойно но друзья не будем восстанавливаться на роботе равана предлагаю идти дальше и следующий робот в данном топе это скорпион на самом деле это немного спорный момент потому как казалось бы скорпион появился довольно недавно вроде бы как новый робот но я так задумался что его добавили в июле двадцатого года и уже прошел целый год что для робот довольно много потому как баланс меняется довольно часто мета меняется новые роботы появляются и начинают тащить в высоких лигах но несмотря на это скорпион все также отлично себя показывает данный робот хорош тем что используя способность он может телепортироваться за спину противника и очень быстро сможет разобрать вражеского робота и именно поэтому на него лучше всего ставить пушки которые наносят урон хороший вблизи и довольно быстро разряжают свою обойму и тут такой же вариант как и с роботом равана на него оптимально все поставить музыкальные пушки а именно 2 хабака и скаттер то есть вы телепортируете за спину противника и быстро всаживаете обойму забираете противника и телепортируетесь обратно для этих задач робот отличный и еще очень классно то что этого робота можно сейчас бесплатно забрать в операции в линейке е так как там дается и скорпион и также два фатал хабака ну а скаттер сейчас не проблема собрать в мастерской их недавно добавили вместе с пушкой девастатор поэтому такую сборку собрать сейчас не особо проблемно ну а для тех кто допустим недавно начал только играть тоже существует бюджетный вариант это поставить два шторма и газ понятное дело что такая сборка не будет прям мега тащить но стоит понимать что все таки это относительно бюджетно это все продается за золото и не нужно каждую пушку собирать в месяц в мастерской и при условии всего этого также сборка тащит но тащит где-нибудь до мастера уже выше мастера придется все это дело прокачивать в мк2 но конечно такие пушки качать в мк2 это не самая лучшая идея так все равно придется заменять рано или поздно поэтому я бы все таки по возможности менял на звуковые пушки по мере их получения ну и также еще забыл сказать что робота скорпион сейчас можно без проблем собрать в мастерской также то есть довольно много вариантов получения этого робота и дом на самом деле себя очень хорошо себя показывает в общем ладно друзья поговорили с вами немного про робота скорпион и предлагаете дальше следующий робот в данном топе это робот хок и конечно многие мне скажут что полоскованно это же вообще недавний робот я вот помню его добавили буквально пару месяцев назад но если так задуматься его добавили уже больше чем год назад это реально много времени прошло и до сих пор этот робот отлично себя показывает им играют и в чемпионской лиги любой другой можно их встретить и главный плюс этого робота в том что его можно без проблем собрать в мастерской разработчики тоже туда добавили и как по мне это сейчас лучший робот мастерской так как он показывает себя хорошо и против обычных роботов из-за своей классной огневой мощи так и против титанов так как при активации способности он взлетает и довольно быстро сносит вражеских титанов своим лучом и принципе робот отлично и ставить на него на самом деле можно все что угодно потому как реально очень много различных вариантов сбора для этого робота но мне кажется что идеальнее всего ставить пушки для средней дистанции так хп у него относить немного и наверное я бы все таки поставил сборку на вот этих гибридах ракет и огнеметов это два скальдо и два инцидератора она позволяет довольно быстро застить противников так как огневая мощь офигеть какая и довольно неплохо это все дело играется но при этом друзья в эти пушки можно сейчас выбить только из особых поставок что конечно довольно грустно но если немного задонатить на открытие серебряных сундуков можно без проблем получить несколько инцидераторов и скальдов я думаю вы помните что в прошлом событии открывал очень много особых поставок мне выпало порядка 20 пушек таких каждого вида и как бы то есть выбить можно выбить не проблема но и еще некоторые люди ставят два магнитара и два хорнета такая сборка она сбалансированная так как магнитары позволяют застанет противника остановить его на несколько секунд а при этом хорнета носят очень большой урон и можно действительно остановить противника и быстро его разобрать единственный минус данных сбора то что вкачать это дело очень дорого суммарно у вас уйдет где-то 2 миллиарда евро чтобы вкачать все пушки и робота в мк3 но как бы любого топового робота сейчас качать очень дорого но так робот отличный именно поэтому он попал в данный топ но и последний робот в данном топе это робот лич да конечно многие говорят что этот робот сейчас не тащит но я с ними не совсем согласен так как робота на самом деле до сих пор показывает себя очень хорошо и он кстати очень получается устарел он был в игру добавлен два года назад вообще в девятнадцатом году и до сих пор он остается актуальным благодаря своей способности он может присасываться к противнику и перенаправлять входящий урон и поэтому не имеет смысла стрелять по нему когда в его способность активно только если у вас нету пушек которые игнорируют сопротивление урона и да конечно титаны могут быстро разобрать лича но если допустим брать обычного робота то он довольно много сможет разобрать например того же хока и при правильной игре вообще не проблема разобрать и то есть вы ждете пока способность кончится если начинает по моему стрелять вы активируете пасшифт и после того как хок приземляется активируете способность и довольно быстро его разбираете принципе можно любого робота разобрать даже если постараться фафнира но как бы тут уже надо уметь на этом роботе играть и я сам тоже имею на своем аккаунте на андроиде вкачанных два лича один с кожи в другой на коронах и принципе довольно неплохо себя показывают такие сборки но я бы все-таки рекомендовал брать на него что-то для дальнего боя например можно поставить 4 пульсара эти пушки тоже сейчас не проблема получить можно собрать либо в мастерской либо же можно купить иногда их продают за 5 долларов что очень выгодно ну а также еще можно поставить новые скади если вдруг они вам повыпадали и у вас допустим нету робота фафнира осталось только лич да такая сборка имеет право на существование и будет даже очень неплохо себя показывать некоторые еще ставят вас по и на робота лич это же довольно неплохо можно на всем этом деле отыгрывать поэтому робот хоть и вышел в игре достаточно давно но все-таки до сих пор показывает себя отлично в общем друзья получается вот как-то так сегодня я вам рассказал про роботов которые вышли в игре достаточно давно но при этом не потеряли свою актуальность обязательно пишите в комментариях какие старые роботы по вашему мнению сейчас в игре тащат мне будет интересно узнать ваше мнение на чем вы играете ну а на этом я думаю уже на видео заканчивать если вам понравилось это видео то не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну а с вами как всегда был я полоскун всем удачи всем пока и и и и и и и